Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ. В студии Ася Климова. И сегодня главные темы. Заложники обмана в домах Херницкого снова искали гастарбайтеров. Тепло для всех. В поселке Серпуховского района люди не будут замерзать благодаря городской теплосети. В поисках работы в Серпухове прошла очередная ярмарка вакансий. Глава города Дмитрий Жариков сегодня принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко дню Московской области. Совместно с делегацией Серпухова он посетил областное правительство. Все торжественные мероприятия состоятся в области 1 октября. Жители дома номер 9 по улице Красный Текстильчик обратились к главе Серпухова Дмитрию Жарикову с просьбой провести проверку законности размещения общежития в цокольном этаже их дома. Реакция была незамедлительной. Сегодня сотрудники администрации совместно с полицейскими МОМВД России Серпуховской и представителями территориального отдела Государственного технодзора Серпухова провели выездную проверку по фактам изложенного обращения. На месте побывала наша съемочная группа. Елена Лосева купила квартиру в доме номер 9 по улице Красный Текстильчик в 2004 году. Обещания прекрасной перспективы жить в доме с консьержем, стоянкой и фонтанами обернулись многолетними проблемами. После пяти лет обслуживания управляющей компанией «Союз ЖКХ» предложила жильцам заниматься домом самостоятельно. За избрание другой управляющей компании отказался голосовать самый крупный собственник площади. Сейчас голосуют не количеством людей, а квадратными метрами. И вот у одного из собственников вот этого вот нежилого помещения цокольного этажа у Владимира Романовича площадь 1144 квадратных метров. Проблемный дом, как оказалось, имеет отношение к герою наших многочисленных репортажей Владимиру Керницкому. Спустя годы его управляющая компания предложила свои услуги жильцам злосчастного дома. Данное согласие на сотрудничество обернулось большим разочарованием. С 2015 года начались наши опять хождения по ногам. Компания ничего не проводит по обслуживанию ремонта дома. Абсолютно ничего. Не делали, но платежки присылали исправно. Причем сумма оплаты постоянно изменялась. Факт заставил людей задуматься о том, что на них повесили расходы на содержание нелегального общежития, расположенного в цокольном этаже. Борьба с организацией Керницкого ведется уже на протяжении практически трех лет. Успеха не приночен пока. Что здесь только не было. Я уже в своей квартире бережу пожар, который был организован в подвальном помещении пьяными жильцами. Это общение. Проверка цокольного этажа дома номер 9 по улице Красный Текстильщик сотрудниками полиции подтвердила, что в помещении, имеющем статус нежилого, действительно расположено общежитие для рабочих, расположено незаконно. Установлено, что по данному адресу проживают граждане, осуществляющие трудовую деятельность вахтовым методом на территории городского округа Серпухов, Серпуховского муниципального района. Учитывая статус помещения как нежилого, собственник не имеет права размещать в нем для временного или постоянного проживания никого. Это является нарушением законодательства и прав собственников дома на спокойную и безопасную жизнь. Уже второй год жители Оболенска не остаются без тепла зимой благодаря помощи города. Одну из котельных населенного пункта, которая обслуживает производственный сектор и многоквартирные дома, взяли на баланс серпуховские ресурсники. Почему власти района перестали обслуживать объекты, в каком состоянии сейчас теплосети, смотрите в нашем материале. В работе оба котла, оба готовы, подготовлены. Команда будет запускаем. Вот и старый, построенный еще в советские времена, котельный, чисто и светло. Все лето здесь чинили и приводили в порядок оборудование. Работали на износ. Все котлы и насосы старые, но выйти из строя зимой ничего не должно. Мы заранее вызвали специалистов, свесарей и в холодном помещении до пота работаем для того, чтобы подготовить котельную к пуску и дать людям тепло нужных параметров. Впервые сотрудники серпуховской теплосети пришли на эту котельную в прошлом году. Буквально в чрезвычайном режиме пришлось начинать отопительный сезон. Справились с трудом. Специалисты признаются, за считанные дни восстановить то, что долгие годы не ремонтировалось, было просто невозможно. Котельная находилась в плачевном состоянии. Исправным был только один отопительный котел. Пришлось прикладывать значительные усилия персоналу нашего предприятия. Тем не менее, котельная была подготовлена в срок и отработала отопительный сезон без замечаний. Сама котельная принадлежала частной организации, которая не имела лицензии на работу с опасным объектом. Собственник сдавал ее в аренду. В соответствии с законом за подачу тепла на территории района несут ответственность районные власти. Однако они от своих обязанностей по подаче тепла отказались. В итоге перед началом зимы люди остались без отопления. На помощь жителям пришли власти Серпухово, несмотря на то, что городские ресурсники должны были работать себе в убыток. По населенному пункту Аболенск свои тарифы, которые отличаются от тарифа по городу Серпухов. Вследствие чего котельная не является рентабельной. И теплосеть несет определенные убытки в связи с этим. Но, тем не менее, задача поставлена. Ее надо выполнять. Невзирая на сложности, прошлый сезон котельная работала без аварии. Жители и работники социальных объектов получали тепло вовремя и без перебоев. Люди не отрицают. Мелкие проблемы были, но все решалось оперативно. Нормально топилось все? Ну, более-менее, да. То есть, не могу сказать, сильнее было? Ну, были небольшие, но как бы нормально. В этом году Серпухов вновь возьмет на себя обязательства по обеспечению теплом жителей поселка в Серпуховском районе, хоть и в ущерб собственному бюджету. Почему районные власти, которые должны думать о благополучии своих жителей, уже второй год не предпринимают мер по урегулированию ситуации, остается под вопросом. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В канун праздничного дня наша съемочная группа посетила кардиологическое отделение Центральной районной больницы. Отделение кардиологии в Центральной районной больнице Серпухова было образовано в 2013 году. Оно рассчитано на 30 коек. Шесть из них в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сюда поступают больные с острым коронарным синдромом, нарушением ритма сердца, пороками и сердечной недостаточности. Но за хирургической помощью приходится обращаться в Подольск. Сюда поступают больные тоже по скорой из поликлиник, которые или по тяжести состояния не могут быть довезены до Подольска. И их привозят в наше первичное сосудистое отделение, где мы здесь стабилизируем больных. И при необходимости отправляем уже в региональный сосудистый центр. В отделении проводится медикаментозное лечение, при необходимости тромболитическая терапия, восстанавливающая кровоток в сосуде. В распоряжении медперсонала аппарат ЭКГ и УЗИ, аппарат для искусственной вентиляции лёгких, беговая дорожка для диагностики стенокардии, рентген, прикроватные мониторы. Персонал очень добродушный, всё хорошо. Нянечки заботливые, медсёстры внимательные, ну а о врачах уже и говорить нечего. Чтобы сохранить свой природный мотор как можно дольше в хорошем состоянии, нужно вести здоровый образ жизни, не курить и, главное, поменьше нервничать. Бывают ситуации в жизни, что они произошли уже, и мы не можем изменить. И поэтому мы начинаем себя накручивать, как режиссёры. И мы только ухудшаем, мы делаем себе плохо этим. И поэтому надо спокойнее относиться, стараться. Смертность от болезни сердца в Подмосковье по сравнению с предыдущим годом снизилась на 17%. Хотя это по-прежнему одна из главных причин летальных исходов. Всемирный день сердца призван привлечь внимание медработников и населения к вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Очередная ярмарка вакансий прошла в Серпуховском центре занятости. Соискатели работы напрямую общались с работодателями. Сегодня свои вакансии предложили 15 предприятий. РОТЭП, металлист, электромеханический завод, механический завод. Сегодня предприятие по пищевой промышленности, это Адрия, легкопромышленный парк. Предприятие транспорта, автоколонна, порт Серпухов, больница имени Семашка. Для тех, кто не может найти работу по своей специальности, сотрудники центра профориентации проводят тестирование и предлагают переподготовку по более востребованной специальности. Проблема трудоустроиться. Мы сейчас получили консультацию. Нам обещали, что его обучат в новой какой-то специальности. Я думаю, что будем работать. В Серпуховском выставочном центре состоялась встреча автора фоторабот выставки русской пикториальной фотографии 21 века с местными зрителями. Пообщались с фотохудожниками и мои коллеги. Организаторы первого Всероссийского фестиваля русской художественной фотографии привезли в Серпухов 70 лучших работ на тему «Русская пикториальная фотография 21 века». Вообще же фестиваль проходит на пяти выставочных площадках – в музее на выставочном центре Серпухова, историко-художественном музее и трёх площадках Пущино. У художественной фотографии есть будущее, считают участники фото-выставки. Я очень рад, что на этом фестивале представлены фотографии молодых фотографов, которые дают мне, лично как фотографу и как человеку, надежду в том, что русская художественная фотография не умерла. Каждый из авторов по-своему видит идеальную художественную фотографию. Собравшись вместе, можно перенять опыт друг у друга, отметить лучших авторов пикториальной фотографии. Пару десятилетий вообще никаких фотофестивалей не было. А я всё-таки за общение не по скайпу, фейсбуку, и всё-таки очень важно общение людей друг с другом вживую. 1 октября в музейно-выставочном центре будут подведены итоги Блиц-конкурса фотографий «Серпухов, Андреев. Столетия спустя», в котором могли принять участие все жители города. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошёл День здоровья. С посветонниками спортивных секций провели беседу о вреде наркомании, подчеркнули важные занятия физкультурой и спортом, а затем для ребят был организован микротурнир по волейболу. Спортсмены школы считают, что тренировки полезны и для поддержания формы, и для становления характера. Ты, когда занимаешься спортом, ты себя заставляешь заниматься им, и это вырабатывает в тебе черты характера, целеустремлённость, воля к победе. В командных видах спорта ты объединяешься со всеми, сплощаешься в одну команду. Это очень полезно. На сегодня это всё. Сразу после новостей и прогноз погоды не забывайте, мы есть в сети интернет, на нашем сайте otvmedia.ru, во всех социальных сетях и на официальном сайте администрации города. Всего доброго и до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»